Эта трещинка была хуже. Вот тут я сам зачеканивал раствором гипсом. Тут вроде бы как не видно. А вот здесь опять пошло. Почему? Потому что вот так вот. Рудольф Шаврин показывает, что трещины на доме 87 по улице Степана Разина для жителей уже не новость. Однако этой ночью те, что появились давно, стали больше, а к ним добавились новые. Решили перестраховаться и вызвали спасателей. Квартиры пришлось покинуть на пару часов. Пока причина точно не установлена. Осадки стабилизировались, значит, вот эти трещины. И ночью их не было. МЧС, значит, потребовал, чтобы все покинули дом. Но потом, когда обследовали все, посмотрели, сказали, причин обрушения дома нет. Пока главное объяснение. Грунт под домом подмывается. Но никаких прорывов в коммунальных сетях поблизости не обнаружено. То, что именно вода, причину трещин, подтверждают и владельцы салона красоты в соседнем доме. Их подвальное помещение затоплено. Где-то прорыв, это значит, если разрушается, то есть дом усадку дает, то есть где-то вымывает, то есть грунт водой. У нас даже на входе вода прибывает, то есть она идет из грунта. Где вход непосредственно в помещение, то есть со стороны улицы, идет поступление и уже переливает через порог дверной, заходит в помещение. На доме номер 87 сейчас установили гипсовые маячки с датой и временем замазки. Они покажут, продолжает ли стена оседать в грунт. Городские власти держат ситуацию под контролем. Установлены маячки гипсовые на трещины. Трещины были незначительные, часть из них более старые, поэтому мы не можем точно сказать, когда эти трещины раскрылись. В общем, сейчас для граждан угрозы нахождения там нет. Дальнейшая судьба дома не решена. В этом году в нем запланирован капитальный ремонт. Жители не паникуют и уезжать не торопятся. Так как уверены, если подойти к ремонту с умом, дом простоит еще очень долго. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.